Всем привет, друзья! Продолжение ближневосточного тура и сегодня вы окажетесь в Дохе, столице Катара. На самом деле началось все немного скомкано, потому что по приезду в аэропорт Абу-Даби, как оказалось, для того, чтобы вылететь в Доху, нам нужно предоставить билеты о том, когда мы из этой Дохи улетим. Но, как вы понимаете, теннисисты покупают билеты куда-либо, не знаю, не ранее, чем за 10 часов до вылета, потому что ты никогда не знаешь, когда турнир для тебя будет закончен. Поэтому пришлось бронировать билеты на какую-то абсолютно рандомную дату на следующей неделе, потому что мы уже могли просто опоздать на самолет, если бы тянули. Потом начались вопросы по поводу ракеток, то, что для того, чтобы пронести их в салон самолета, нужен обязательно чехол, хотя этого никогда и нигде вообще не требовалось. Ракетки Даша проносила просто так и клала их на верхнюю полку. Но здесь, говорят, нужно их во что-то убрать. Саня начал запихивать их каким-то образом в свой чудо-рюкзак. Спасибо Санину рюкзаку, потому что он очень вместительный. И мы каким-то образом, в общем, запихнули туда Дашины ракетки. И, понятное дело, что уже после контроля просмотра мы их вытащили. Но, тем не менее, в общем, немного все было достаточно скомкано. Мы торопились. В общем, эти билеты, ракетки туда-сюда. Но по прилету в Доху сразу почувствовался уровень организации этого турнира. Поэтому не будем тянуть. Давайте начнем. Поехали. Не дают нам зарегистрироваться, потому что нужен обратный билет из Дохи. Обязательно. Без него никак. Какие дейты? Он сказал, что дейты. Он говорит, что только если мы зарегистируем. Давайте петулироваться. Выскажи, Саня, все. В камерах? Свой негатив. Я не люблю абсурдные правила. Уважаю правила, но я терпеть не могу абсурдные правила. Просто. Как я могу знать, когда я вернусь, если я еду на соревнования? Все вот эти ребята, которые работали в компании, все научились вести себя как роботы. Просто как боби. Они повторяют одно и то же. По спокойным, просто с покерентоисем, как эти. Все это требования. Все это требования. Может, они и есть роботы? И это слишком много требований. Мы просто хотим получить наши текеты и поехать в Доху. Все это требования. Мы прошли и даже пронесли ракетки. У меня просто тревелс и все, что с ними связано, не знаю. Потому что тревелс – это один сплошной тревелс. Стрэвелс. Что я хочу, это чтобы везде были линии, и для нас бы пропускали без очередей лишних вопросов. Считаю, что мы это заслужили всеми нашими путешествиями за столько лет. Аккуратно. Втроем ели. Порядили наши ряды. Ряды. О, вы не идите взяла туруру. О, вы не идите взяла. Слишком много ответственности. Ла-ля-ля-ля. Вот так. По-моему, очевидно. Ощущение неопределенности. И как бы... Единственное, что я буду делать сейчас сделать, это какое-то трение найти. Потом уже будет ощущение, желание работать. Продолжение следует... Красный салон «Красные розы». Турнир вышел на новый уровень, потому что раньше такого не было. Точнее, может быть, и было, но для сейных... Но я ими не являлась на тот момент. Прямо у выхода из самолета встретили с табличкой. Посадили в эту машинку маленькую. Отвезли в лаунж. Мы там сели, поели хумус, выпили кофе. Там же, в этом лаунже, прошли паспортный контроль. За это время наши сумки все взяли, разложили и ждали нас. Мы вышли. Нас вот так вот провезли в шикарную машину. С красным салоном кожаным. И вот мы едем в хотель. Здесь еще матч начинается в 3 часа дня. То есть еще и выспаться можно. В общем, слишком комфортно, я бы сказала, да. Но это... Да я знаю, но... Но, скажу, вот такого уровня организация, где прям вот так вот это... Ну, буквально несколько турниров, вот. И вот Доха, это один из них. И реально очень, очень классно. Да, меня больше всего поразил красный салон автомобиля. Он шикарен. Отлично. Смотрите все выпуски, потому что по ходу сезона будут показаны не только самые офигенные турниры. Будут показаны всякие турниры, какие есть. Смотрите все выпуски, потому что по ходу сезона, Тебе понравится Сибирьону. Наталья, ты наслажаешься кофе мясом? Не совсем тот, который я люблю. Да, но уровень, конечно. В сервисе это просто какой-то... Амбитливый был. Я обожаю эту дорогу с аэропортом. Это и есть, что он с головы направо и движет этот город. Просто понимаешь, что это чертова пустыня. В середине, которую построили суперсовременные здания. И сколько-то сайфай муи. Благодарю. Пика заселен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как зона ожидания. Мы вот только-только заселились. Я еще не успела снять рюкзак. Смотри, какой бассейн приходит. И у нас с балкона видно... Это даже не бассейн. Это какая-то спа-зона. Видно город. И на все подряд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле здесь какая-то просто невероятная зрительская зона. Особенно в вечернее время, когда стемнеет. Вот мы вчера приехали, и когда горят вот эти вот все огни. Такие золотисто-розовые они здесь. Это просто что-то нереальное. Тут очень много таких вот мест, где посидеть под крышей. Такие уютные диванчики, без крыши. Различные кафешки. Короче, очень классно. И на самом деле, несмотря на то, что на Australian Open мне территория зрительская очень понравилась. Она была очень большая, крутая. Там было дофига всего. То здесь вот я сейчас походила, и мне кажется, что мне нравится здесь даже больше. То есть, понятно, территория не такая огромная. Она гораздо больше, чем была на предыдущем турнире в Абу-Даби. Здесь как-то настолько уютно. Везде вот эти вот висят большие какие-то плакаты игроков. Тут много кортов. То есть, 24 корта, помимо центрального. Но вот я не уверена, считаются ли корты для падаля тоже. В эти 24. Либо это только теннисные. Но, скорее всего, вместе с кортами для падаля. Центральный корт – это международный теннисный и сквош-комплекс «Халифа», который изначально вмещал в себя 4,5 тысячи человек. Но потом его реконструировали, и сейчас там 7 тысяч мест. «Халифа» 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 Вот этот шикарный коридорчик ведет прямо на корты. То есть, это выход для игроков. Собственно, да, вот именно в этом месте игрок встает, ждет, когда его позовут. И выходит вот в эту небольшую дверку. На большую публику. Ну или не, на очень большую, как там уж. Как уж пойдет, знаете. Вот. Но выглядит это вот так вот. Такой коридор. Здесь обычно много камер, которые следуют за игроком. Что тут по идее? Каждый игрок может по своей аккредитации пройти и покушать два раза. То есть, тут такая система буфета. Ты на входе даешь свою аккредитацию, тебе ее пропикивают, и ты можешь сделать так два раза. Также тебе дают для любого члена команды тоже такую функцию, что он может два раза поесть. Но ты можешь делить как бы эти четыре свои возможности покушать между всеми членами команды. И я, кстати, забыла сказать, что на предыдущем турнире в Абу-Даби на кортах есть можно было вообще бесплатно. То есть, если в Австралии, как вы помните, там давали определенную сумму на игрока и на его команду, то в Абу-Даби на кортах ты мог спокойно прийти. Не спрашивали ни аккредитацию, ничего, а ты просто как бы мог прийти и поесть все, что хочешь. Человек немного голодный. Но это не я, это не мое, это Саня. Это аппетайзер. Так, чисто начать. А ты тебя кусил? Я тоже здесь кусил нигири с туньцем и пару урончиков с авокадо. Саня, а ты куда собрался со всем вот этим? Ну я не знаю, может тебе что-то недоятно. Может быть. Я знаю на самом деле в чем дело. Просто Саня очень нервничает, потому что сегодня приезжает новый тренер. И Саня вот на нервах, у него голодуха началась. Я тоже знаю. Я не знаю, может быть. Укорки Булбика. Очень тянет объект. Вот они. Все время включено. То же самое здесь. Ты зону не старайся, приди оставаться. Ты не говоришь, я все время включено, потому что я говорю, в целом, очень много... Я не хочу, чтобы другие люди об этом знали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, этот зал фитнес на Кортен. Ему 4 дня. То есть его закончили переделы, 4 дня до начала турнира. Здесь до этого был не очень зал вообще. То есть он был старый, он был в странных синих цветах. Старые машины, пыльно. То есть вообще был. И он выглядел намного меньше. А сейчас его переделали. Он вообще просто топовый. И тронутые машины. И вообще атмосфера абсолютно по-другому все воспринимается. Очень классный дизайн. Я по себе дома такую сделала, не то чтобы в зале. Супер. Все новые, все машины типа джим, новые, очень классные. По мнению просто с каждым годом развивается все больше и больше. Просто невероятно. Жалко у нас есть фотки старого джима, который здесь был еще в прошлом году. Потому что это просто небо и земля. Тут такая комната, где туалет, раздевалка и там же сауна. Ну это вот так. Что я могу сказать об организации в целом? Все четко. Никаких проблем. Вот реально, знаете, бывает там в теннисе, фигурном катании то с транспортом какая-то фигня, то с питанием, то там с кортами, со льдом. Здесь нет, здесь все классно, все четко, все сделано для игрока, для удобства игрока. Здесь очень удобно организован транспорт. То есть когда тебе нужна машина на корты, ты просто спускаешься в лобби отеля и как бы говоришь, мне нужна машина. И буквально там через пару минут тебе ее подают. Также на кортах приходишь в специальную комнату, говоришь, нужна машина. Иногда просто к тебе стоишь там где-то в этой зоне, к тебе подходит человек и говорит, вам нужна машина. И как бы если нужна машина, то да, через минуту-две уже подъезжает. То есть вообще никаких там очередей, проблем. Даже вот этот Uber для игроков, он не нужен. В фигурном катании, допустим, никогда не было такого, что ты можешь заказать какую-то там отдельную машину, которая отвезет тебя на каток. У нас всегда был просто шаттл, который каждые полчаса ходил до катка и обратно. Допустим, в Абу-Даби тоже был шаттл, который ходил каждые полчаса. Но там бывало, знаете, минут на 7 опоздает что-нибудь такое или уедет раньше по какой-то причине. Я помню на соревнованиях в Японии автобусы также ходили шаттлы. Но так как японцы супер пунктуальны, то есть если ты пришел, допустим, в ровно, вот автобус в ровно, и ты приходишь в ровно. И в этот момент водитель закрывает двери, и ты такой, эй, чувак, пусти меня. Он такой, нет, жди следующего. То есть он просто уезжал и не пускал фигуриста в автобус. Там слишком все это четко. Бывают, да, страны, города, где, наоборот, они чуть-чуть опоздают. В Европе особенно тоже что-то не задержатся, не приедут, все на таком Чиле. То вот здесь классно, да, то, что ты просто спустился, тебе нужна машина, тебе сразу ее подогнали. То есть тут большое количество машин для теннисистов, и нету какой-то толкучки и всего такого. Это очень круто. PlayStation 4, которые здесь стояли до этого три дня, заменили сегодня на пятый, чтобы мы наслаждались. И кресла. Ну, кресла, кстати, лучше были. Да, решили, что, видимо, нам четвертый PlayStation недостаточно хорошо, надо пятый поставить. Правда, я не видела, чтобы хоть кто-то в них играл. Я видела, сегодня. Вот, значит, не зря поставили. Помните ли вы, что я рассказывала, что на каждом турнире проходят какие-то activities? И в прошлый раз у нас был картинг, а в этот раз Дашка вон играет с детьми в теннис. Пог wodу! Тriedко! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я, допустим, я часто меняла тренеров, партнеров еще чаще найду. Ну и типа я знаю, кого это чувствуется, как там надо привыкать, особенно к новому партнеру. Но я это делала в конце сезона, когда у меня было впереди 3 месяца, чтобы привыкнуть к человеку. Скажи, какого поменять тренера в самом начале сезона, в разгаре сезона? Что ты чувствуешь? Это какая-то новая рубрика у нас. Это не новая рубрика, это просто один вопрос, который я решила. Я-то знаю, что ты чувствуешь, скажи людям. Ну что, ну, конечно, было страшно. Во-первых, заканчивать такие долгие отношения с тренером... Ну, я имею в виду рабочие отношения с тренером. Ну, это сложно, почти 4 года работали, вот. И, конечно, начинать новые, это страшновато еще по ходу сезона. Вот, когда вообще не знаешь человека, и, то есть, так вот, сходу с турнира, считаю. То есть, это, конечно, такая особенность. То есть, да, получилась как бы первая такая пробная тренировка уже в день матча, собственно. И матч. Разминка и матч. Да, так вот получилось. То есть, сложно и мне, и тренеру. То есть, он меня совсем не знает, я его не знаю. Он, ну, не уверен, что ему стоит говорить, там, что не стоит. И вообще, как, хочу ли я, чтобы мне что-то говорили, и всякое такое. Я не знаю, как человек работает, и, то есть, конечно, это сложно, вот. Поэтому в идеале, конечно, если ты меняешь тренера, то лучше это делать или, да, в конце сезона, перед предсезон, или хотя бы, когда есть какой-то тренировочный блок, чтобы вы друг другу хотя бы чуть узнали, вот. Но в жизни такое случается. Да, вот, бывают всякие ситуации, вот, не запланированные. И поэтому вот так вот сложно, конечно. Но все, что не делается, все, все к лучшему. Подарок от турнира. Это первый, второй, я еще не забрала его, я заберу завтра на кортах. Там какое-то украшение, не знаю точно какое, по-моему, подвеска. А тут у нас электроника. У нас тут-а, вотчи Apple. Тут набор, ну, получается, вотчи и ремешок. Вот такую красоту нам подарили. Вот так вот нас тут балуют. Apple Watch SE второе поколение. 40 миллиметров. Такой маленький, сладенький. Хорошенький такой. Ну, здравствуй. Вот такая красота. Спасибо турниру в Дохе. Where do you see yourself in five years? That's a good question. I don't know what's going to happen tomorrow. So, I hope I will continue playing. Because I love what I'm doing and I want to continue playing tennis. Did you ever give up? If I'm here, it means no. 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 But, to be honest, a few times I was about to give up, but I didn't. And I'm thankful to myself that I kept pushing myself because, you know, professional sport and life, basically, it's not easy. But you have to always believe in yourself and keep pushing and never give up because there's a lot of good things, a lot of things you can achieve in front of you. Just if you will believe, just if you will believe, you can do everything. Good, thanks. Thank you. Thank you. Продолжение следует...